Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом, а между Москвой и Анкарой идут переговоры по организации визита в Россию турецкого лидера. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавашуглу прямо заявил, что возникший кризис может быть решен только на встрече президентов Путина и Эрдогана. Согласно неписанному правилу дипломатии, в случае подобных экстренных мероприятий на высшем уровне приезжает тот, кому больше надо. Это вполне точно отражает и реалии идлибских раскладов, поскольку несмотря на всю привычную громкую и воинственную риторику Эрдогана, факты недвусмысленно свидетельствуют, что наиболее сложное положение сейчас именно у Анкары. Среди западных экспертов весьма популярна идея о поразительной удачливости России, в результате которой Москва раз за разом выходит победительницей из многочисленных бурь последних лет. Тут, конечно, можно было бы указать, что везет тому, кто везет, и это абсолютно справедливо. Однако что-то в этом наблюдении все-таки имеется, и Турция может служить тому едва ли не ярчайшим примером. Многовековая история российско-турецких отношений не просто насчитывает аж 12 войн. Наши страны и впрямь являются естественными геополитическими противниками в регионе. Слишком много точек и тем, где интересы двух держав регулярно сталкиваются лоб в лоб. Разногласия по Сирии – органичное продолжение. Тем поразительнее прогресс в отношениях двух государств, которые на глазах превращаются в прочное стратегическое партнерство, преодолевающее многочисленные трудности. Москва без колебаний может записать это в собственные заслуги. Россия очень многое сделала, чтобы запустить именно такой формат взаимодействия с Анкарой. Вот только на руку нам работал и продолжает работать ряд объективных обстоятельств, а не только личные особенности турецкого лидера. Например, ущемленное на протяжении многих лет и даже десятилетий чувство национального достоинства, когда Турцию подчеркнуто держали на вторых ролях в НАТО и в прихожей на коврике в ЕС, обернулось резким усилением независимости политики страны и ростом ее державных амбиций. Причем как на словах, так и на деле. С одной стороны, турецкое руководство не склонно выбирать выражение, так что в последние годы в свой адрес услышали много приятного и Штаты, и Европа, и НАТО. С другой стороны, Москва умело подыграла происходящему, результатом чего стала немыслимая еще совсем недавно поставка С-400 туркам. Тем не менее, на первое место по значимости выгодных для России обстоятельств надо поставить успехи Турции в экономическом развитии. Это может показаться ироничным, но чем больше турецкие достижения в экономике, тем тщательнее там считают возможные потери от конфликтов с Москвой, просто потому, что Россия стала слишком важным партнером. В 2015 году раздавались многочисленные издевательские шутки по поводу того, что Москва ответила на свой сбитый турками бомбардировщик всего лишь экономическими ограничениями. Однако уже спустя несколько месяцев стало понятно, что из-за прет на работу в России турецких рабочих и эмбарго на пресловутые помидоры и приостановка туристических поездок оказались крайне болезненными мерами. С тех пор ситуация только усугубилась. Запущен турецкий поток, который является для Анкары не только экономическим, но и важнейшим геополитическим проектом, поскольку делает страну ключевым газовым хабом для Южной Европы. Стоит напомнить, что президент Эрдоган сразу воспользовался возможностью показать соседям, кто в доме хозяин. Строительство АЭС АКУЮ идет полным ходом. В феврале Росатом закончил сварку корпуса реактора. Кстати, в АЭС турки заинтересованы не меньше, чем в газопроводе, по причине того, что их экономика требует все больше энергоресурсов, а собственных у Турции дефицит, в результате чего нефть и газ приходится активно импортировать из той же России. Упомянутые проекты – лишь малая часть направления российско-турецкого сотрудничества, который набирает обороты год от года и заставляет национальных лидеров 10 раз думать над любым конфронтационным шагом. В случае Эрдогана это особенно актуально, в свете его взрывного темперамента и склонности к авантюризму. Однако дело не только в экономике. Не менее сложные и выгодные для России процессы происходят и в общественно-политической жизни Турции. Турецкое общество расщеплено практически пополам. Этот раскол носит как социокультурный, так и политический характер. Он проходит сразу по множеству пунктов, включая такие основополагающие, как светскость, религиозность, европизация, традиционализм, кемализм, османизм. Не секрет, что президент страны сторонник пантюркизма и восстановления державного могущества Турции, как наследницы Османской империи. Вот только Эрдоган вынужден действовать в условиях, когда почти половина турецкого общества недовольна им и его политикой. Успешное подавление попытки военного переворота в 2016 году, масштабная чистка армии, правоохранительных структур и госаппарата, безусловно, укрепили положение турецкого лидера, но проблему не сняли. Год назад власти страны потерпели болезненное политическое поражение, когда мэрами Стамбула и Анкары были избраны представители оппозиции. Столь масштабный общественный раскол и оппозиционно настроенные столицы всегда серьезный вызов для властей, чья свобода действий оказывается из-за этого сильно ограничена. В воскресенье одна из оппозиционных турецких партий уже заявила, что война с Сирией станет капканом для страны и президента. Можно не сомневаться, внутренние политические оппоненты Эрдогана с радостью воспользуются против него любой возможностью, от военных потерь до ухудшения экономических показателей. А таковые в случае эскалации в Эдлибе неизбежны. Как следствие, турецкий президент фактически остался один на один с Россией в возникших противоречиях по Эдлибу из-за непростой внутренней ситуации и отсутствия реальной поддержки западных союзников. Последние, кстати, скорее злорадно понаблюдают за усугублением проблем Эрдогана, чем протянут ему руку помощи. Так что на встрече с Путиным турецкому лидеру придется руководствоваться объективной реальностью и здравым смыслом, а также очень аккуратно выбирать слова. Это дает серьезные основания полагать, что российско-турецкие отношения переживут очередные трения и продолжат развиваться в привычном русле. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!